Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Мы решили провести благоустройство нашего сквера, добавить зону отдыха. Пешеходные дорожки, фотозоны и вай-фай. В Анапе появится еще одна благоустроенная территория для отдыха. И Родина одна у нас, и присягает наш казачий класс. В лучших традициях казачества воспитанники Юровской казачьей школы показали класс, продемонстрировав навыки строевой подготовки. Датчане, которые будут здесь, они уже с 6-го числа, практически у нас передовой отряд прибывает. Как попасть на открытую тренировку сборной Дании? Какими спортивными событиями еще будет богато это лето? И в каких мероприятиях 9 мая нужно обязательно принять участие? Об этом в нашем интервью заместителем главы Анапы Сергеем Козловым. Пяти-шестилетние дети, они выступают фактически на уровне учащихся начальной школы. Что за птица такая кукушка и как смешивать цвета? Самые юные исследователи поразили конкурсную комиссию на научно-практической конференции. Готовность 9 мая номер один. Сегодня Юрий Поляков провел расширенное заседание, посвященное циклу приуроченных ко Дню Победы торжеств. Когда будет репетиция парада, где будут расположены полевые кухни и что нового будет на выставке боевой техники? Об этом и не только говорили на Уркомитете. Праздник очень серьезный, очень серьезные все мероприятия и я попрошу всех коллег к этому подойти ответственно. В городе воинской славы запланированы десятки праздничных мероприятий. Они соберут в Анапе тысячи участников и зрителей. Юрий Поляков акцентирует, должно быть продумано все. 8 мая традиционно анапчане зажгут огонь памяти. В 20.30 у мемориала «Вечный огонь» начнется церемония зажжения факелов. Почетное право зажечь факелы будет предоставлено лучшим учащимся морского пограничного лица, отличникам учебы. От факела зажгутся сотни свечей участников мероприятия в памяти погибших. С 20.50 у мемориала «Вечный огонь» по маршруту переулок Кардонный, проспект Революции, улица Ленина, Морской порт, начнется факельное шествие жителей и гостей города. Общее количество участников предположительно составит 2000 человек. 9 мая в 10.00 на Театральной площади пройдет марш-парад воинских частей. Всего 13 парадных расчетов, а следом людская река памяти «Бессмертный полк». В сквере Гудовича 9 мая с 11.00 развернется театрализованный солдатский привал. Кашей в этом году планируют накормить уже 5000 человек против прошлогодних 3000. Вот только расположение всех полевых кухонь на одной площадке у главы Анапы вызвало вопрос. Предложение. То есть я обратил внимание на схеме, что все кухни сосредоточены на каком-то пятаке. То есть 5000 человек, грубо говоря, должны зайти с периодичностью в одном месте. Максимыч, вы как на это смотрите? Вы правы. Надо растянуть, чтобы не толпились. Пересмотрите, что кажется размещение кухонь. Есть понятное. Надо пересмотреть. Обеспечивать безопасность будут сотрудники полиции, муниципальная народная дружина и казачество. Все силовые подразделения и экстренные службы в праздничные дни работают в усиленном режиме. С полной программой празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вы можете ознакомиться на сайте anaparegion.ru. Также напоминаем, что колонна бессмертного полка будет формироваться 9 мая в 9.30 в районе Русских ворот. Подробную информацию можно получить в Управлении по делам молодежи по телефону 312-04-324-70. А завтра, 5 мая, NAPA отметит 7-ю годовщину присвоения звания «Город воинской славы». На курорте состоится молодежная патриотическая акция. Мероприятие пройдет у стелы «Город воинской славы». В нем примут участие представители администрации, совета ветеранов, депутаты, молодежь и общественники. Начало в 10 часов приглашаются все желающие. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Краснодарском крае был реализован проект «Дни единых действий». Школьники, студенты, участники различных молодежных клубов приводили в порядок памятники, мемориалы и могилы героев Великой Отечественной войны. В акции активное участие приняла и Анапа. Всего на курорте восстановили и привели в порядок более 50 памятных мест и объектов. Организовывалась работа непосредственно по покраске, санитарной очистке памятников, ремонту, побелке, посадке цветов. То есть все это делалось не руками специальных служб, а молодежью города, школьниками, либо студентами, либо активистами и жителями нашего города. И это была основная задача – привлечь именно людей к пониманию необходимости данной работы. Специалисты по работе с молодежью отмечают, в последние годы активность у подрастающего поколения существенно увеличилась. Ребята сами выражают желание внести свой вклад в сохранение памяти. Кроме того, специальная краевая комиссия отметила, что анапчане очень ответственно отнеслись к благородной миссии. В Анапе продолжается ремонт дорог. На сегодняшний день дорожное покрытие обновлено уже на пяти улицах. Завершить все работы, согласно графику, в городе планируется до начала курортного сезона. Также большая техника зайдет и на сельские улицы. В этот раз ремонтом анапских дорог занимаются подрядчики из Перми. Он выиграл муниципальный конкурс. В администрации отмечают, что работы ведутся качественно и в срок. На одних улицах производится ямочный ремонт, на других полностью меняют полотно. У нас есть улицы, которые они уже закончили. Ямочный ремонт – это Ленина, Мелькова, это Владимирская, часть улицы Владимирской. Это у нас Толстого сейчас ведутся работы. Это Бульвар Евскина, это Таманская. И по графике они идут дальше. То есть после того, как мы в городе по объемам ямочному закончим, мы будем переходить уже в сельские округа. Все работы в городе, особенно в центральной его части, должны быть завершены к началу курортного сезона. Далее дорожники перейдут в сельские округа. В Анапе на одну зону отдыха станет больше. Руководство Анапского морского порта откликнулось на призыв главы города вместе с бизнесом заняться благоустройством курорта. Не остался в стороне и депутатский корпус, где совсем скоро смогут отдохнуть на общании гости города, узнала наша съемочная группа. Это одно из любимых мест отдыха жителей и отдыхающих. Сейчас вход в парк перед морским вокзалом закрыт. Здесь развернулись масштабные работы по благоустройству территории. Всего будет благоустроено более тысячи квадратных метров. По рекомендации главы города курорта Анапы Юрия Федоровича Полякова, мы решили провести благоустройство нашего сквера, поменять рыночный настил, добавить освещение фонарное, добавить зону отдыха, поменять газончик. Все юридические согласования взял на себя депутат муниципального совета Алексей Аксенов. Он считает, что подобные инициативы необходимо поддерживать, а опыт совместной работы власти и бизнеса – тиражировать. Действительно приятно видеть, что у нас территория становится и интересней, и привлекательной для туристов, для всего. Это хорошо. Мы полностью поддерживаем таких, так сказать, предпринимателей. Поддерживают такие начинания и общественники города. Когда парк откроется, на их плечи ляжет забота о новой зеленой зоне Анапы. Вот очень красиво делают зеленую такую зону. Красивая плиточка выкладывается. Здесь два памятника у нас находятся. Памятники будут, конечно, приведены в порядок. Высажены цветы и выкрашены. Ну и вообще, конечно, вид будет совершенно другой. Спасибо огромное за заботу о людях. Очень хорошая затея. И спасибо руководителю Морпорта. Спасибо большое ему, что он откликается и помогает. Пусть продолжают и другие брать пример с него и делать наш город красивее. После реконструкции парка здесь появится новинка. Всю зону отдыха обеспечат бесплатным доступом в интернет. Здесь же появится фотозона с логотипом Анапы. Полностью работы будут завершены уже к 9 мая. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В Юровке школьники проверяли свои навыки строевой подготовки на специальном смотре. Казачата осваивают науку на занятиях по строевой подготовке, а обычные школьники специально готовились к соревнованиям на уроках физкультуры. Педагоги считают, что даже короткое погружение в армейскую атмосферу укрепляет дисциплину и командный дух. Казачья, Родина одна у нас. И присягает наш казачий класс. Быть каприотом – это честь для казака. За это наши троих родные. Ура! 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 Особая строевая песня. Юровская сельская школа – первая казачья в городе-курорте. Есть в ней и обычные классы. Для создания особой атмосферы они используют элементы военной формы. На лево! Кругом! Кругом! Диана Габриэля – командир отряда седьмого А-класса. Ребята признаются, что собраться для участия в конкурсе было не так просто, но в итоге выступили, как считают сами, неплохо, а опыт в целом оказался полезным. Проявляется командный дух. То есть все слажены, все пытаются соединиться, выступить как одно целое. За каждым движением строя следят судьи. Они выставляют оценки. Многие участники интересуются тем, как выступили. Соревновательный дух определенно присутствует. Строй шел нормально, но ты немного ногу сбивал. Ну ничего страшного. Маршировка молодцы, маршировка пять. Четкое, красивое, идеальное выполнение всех команд. За неправильные повороты, соответственно, снижаются баллы. Мы оцениваем, значит, что построение перестроения, то есть повороты направо-налево кругом, перестроение из одной шеренги в две, из одной шеренги в три. Подобные осмотры были популярны в советское время. Традицию здесь возродили в начале 2000-х годов. По мнению педагогов, это неплохой элемент, повышающий дисциплину. Это касается всех, без исключения школьников, в казачьей форме и без нее. Во-первых, это наших мальчишек готовит к армии, я считаю. Девчонок подстегивает, они стараются не уступать мальчишкам. Дисциплинируют, вы видите, что они выполняют команды. Сплачивают коллектив, потому что здесь действительно один за всех и все за одного. Если один подвел, все, команде уже минус балл. Ну и мы хотим показать, что мы не хуже наших предков, что мы тоже готовы защищать свою родину. Здесь рассчитывают, что учащиеся школы представят ее не только на городском, но и на краевом смотре, как это уже бывало не раз. Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапе завершилась 18-я научно-практическая конференция «Академия среди школьников, студентов, а также детей дошкольного возраста». Сегодня состоялась работа последней секции, в которой принимали участие самые младшие участники – детсадовцы. Несмотря на юный возраст, ребята серьезно подготовились к выступлениям и смогли удивить не только зрителей, но и жюри. Научно-практическая конференция «Академия» проводится уже 18 лет. Пятый год подряд в ней принимают участие дети из детских садов. Глядя на этих маленьких умников и умниц, даже не верится, что все они еще дошколята. Дарья Кравченко – воспитанница старшей группы детского сада «Колобок». Ее проект называется «Волшебные краски». «А теперь давайте поговорим о правиле смешивания цветов. Какой получится цвет, если красный и желтый? Давайте попробуем смешать». Ребята нас поражают своими удивительными талантами, всезнайки, все умейки и достаточно грамотно излагают свои мысли, логические в проектах детских отражаются. Матвей Нелюбов из детского сада «Ручеек» защищает проект «Интересная птица-кукушка». Он не только открыл зрителям любопытные факты из жизни птицы, но и вместе с родителями подготовил сложную модель, в которой отобразил кукушку в среде естественного обитания. Как-то раз, гуляя с родителями по весельному лесу, я услышал необычные кукушки. Не стало очень любопытным. Какая птичка, такая интересная, разговаривая. У кукушки даже не страшен яскорпион из-за того, что у нее внутренний слой стенки ее желудка отслаивается и вместе с ядом или волосками от ядовитых волосков гусениц отслаивается и выходит наружу. Кукушка может снова есть то, что хочет ядовитых насекомых, и она может съесть даже маленькую змею. Выступления сопровождались яркими презентациями. Ростислав Карпачев, возможно, будущий архитектор. Увлекается мостами, мечтает съездить в Китай, чтобы посмотреть на самый длинный в мире путепровод. Но пока удалось посмотреть только на строительство Керченского моста. Он и стал темой его проекта. Это, конечно, удивительное мероприятие, потому что я смотрю, что 5-6-летние дети, они выступают фактически на уровне учащихся начальной школы. Некоторые даже могут свои работы представить учащимся начальной школы как образец, то есть на них можно равняться. Интересно, что очень разнообразные темы, и они захватывают все стороны нашей жизни. Итоги работы научно-практической конференции будут подведены в ближайшее время. Победители отметят памятными дипломами, грамотами и ценными призами. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В Анапе пройдет международная конференция специалистов по досудебному регулированию споров. На нее ожидают более 40 экспертов из России, а также бывших стран СНГ. Обращение в суд – это фактическое объявление войны, прекратить которую уже практически невозможно. Если спор семейный, то дети могут стать не только их заложниками, но и инструментом для удовлетворения амбиций взрослых. Любое судебное разбирательство – удар по репутации бизнеса. Увы, причина конфликтов часто не в правовой плоскости, а в личностной. И когда затронуты какие-то внутренние обиды, эмоции, особенно это касается семейных споров. И, увы, с решением суда спор не разрешается, потому что есть еще стадия исполнения, а исполняется далеко не все. Мы специально выбрали время между праздниками, чтобы люди могли приехать заранее. Мы везем их на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Здесь будет зарядка прямо на берегу моря каждый день. Каждый день будут вечеринки рыбные и еще какие-то. Здесь будут участвовать ансамбли всех национальностей, которые живут в Анапе. Для того, чтобы люди увидели, что Анапа – это как пример дружных отношений между любыми национальностями. Как Анапа готовится к Дню Победы и какие мероприятия нельзя пропустить 9 мая? Чем будет богата спортивная жизнь курорта этим летом? И все ли готово в нашем городе к чемпионату мира по футболу? А также о роли и задачах, которые сегодня стоят перед анапским казачеством. Сегодня гость нашей рубрики «Тема недели» – заместитель главы Анапы Сергей Козлов. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый день. Совсем скоро мы отметим один из главных праздников нашей страны – это День Победы. Буквально завтра, если не ошибаюсь, у нас стартует легкотлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине. Сколько предполагается участников и какой главный приз? Ну, прежде всего, мы разыграем и призы, и грамоты. Несколько будет призов. Это будет 20 команд выступают ежегодно у нас. Ну, скажем, годом становится больше и больше участников. Потому что, прежде всего, это праздник, посвященный Дню Победы. И дети активные, и школы, и в личном первенстве участвует практически все население города Курорт Анапы. Особенно молодежь наша. Поэтому будет порядка где-то 400 участников нашего маршрута или эстафеты 3 километра. Разбито на несколько этапов по возрастным категориям. Значит, открытие у нас стоит, как традиционно, около стелы воинской славы. Значит, митингом и возложением венков, как стелы воинской славы, в присутствии наших ветеранов, с участием наших ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и участников локальных войн. Значит, после митинга уже будет возложение венков и, естественно, традиционное открытие нашего эстафеты. Значит, эстафета пройдет у нас по курортной части города, по местам боевой славы, памятным местам, посвященным, прежде всего, защитникам нашего Отечества и захвате, в том числе, и сквер боевой славы. Ну и у нас сами праздничные мероприятия, которые посвящены Дню Победы. Что рекомендуете посмотреть? Где сами будете? Рекомендую посмотреть именно парад, который традиционно у нас состоится на театральной площади. Участников будет около 700 человек. Это военнослужащих, наших кадетов, это наших казаков, это будет коробка из ветеранов наших локальных войн. Целая коробка будет. Школа Старшинова будет, кадеты школы Старшинова. Казачата две коробки у нас будет. Ну, достойный такой парад, достаточно, и, конечно, открывать будут у нас парад, это Институт береговой охраны, четыре коробки и десантники, наша бригада ракетная, которая базируется, не буду говорить, но вы сами догадываетесь где. Поэтому, я думаю, что достойно пройдут. У нас 7 числа будет генеральная тренировка. Кроме того, будет показ техники боевой, которая реально сегодня существует. Это представит ракетная бригада, представит нам зенитно-ракетный дивизион, это техника ПВО С-400. И плюс еще, к тому же, будут представлять технику свою боевую, это наш артиллерийский полк воздушно-десантной дивизии 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Конечно, будет и митинг в сквере боевой славы, безусловно, там все будут участвовать, и те, кто будет участвовать именно при прохождении. Это бессмертный полк, который пройдет, участники бессмертного полка, им будет интересно и там бы участвовать, в этом митинге. Кроме того, у нас в этот же день, уже после окончания митинга, это каша будет традиционная. В принципе, у нас будет очень много концертных таких площадок, бригад, которые работать будут, как в городе, так и в сельских округах. И вечером, конечно, закончится это празднование салютом и концертной программой, которая будет дана на Театральной площади. Сергей Алексеевич, в конце прошлого месяца наши казаки принимали участие в параде ко дню реабилитации казачества, который прошел в Краснодаре. О роли и месте кубанского казачества тогда достаточно четко высказался губернатор края и о задачах атаман войска. Предлагаю посмотреть короткий материал, после чего мы вернемся опять для обсуждения в студию. Коробка казаков Анапского районного казачьего общества и две коробки юных казачат во главе с атаманом Валерием Плотниковым отчеканили шаг в парадных колоннах по главной площади столицы Кубани. Всего в параде приняли участие около 6 тысяч казаков и 4 тысяч учеников казачьих классов, кадетов, участников Союза казачьей молодежи Кубани. Честь пройти в рядах казаков выпала воспитанникам казачьих классов 12-й школы станицы Анапской и 6-му классу 18-й казачьей школы села Юровка. За свою историю казачество пережило разные времена, от триумфа до забвения. А сегодня вы снова стоите на главной площади Кубани. Храните и защищайте нашу Кубань. Слава России, слава Кубани, слава кубанскому казачьему войску. Казачество всегда было, есть и будет опорой и поддержкой государства. У нас единая цель и единое понимание того, каким путем необходимо следовать во имя процветания нашего российского народа. И никто нас не собьет с намеченного пути. Сергей Сергеевич, ну вы как заместитель главы кулируете это направление. Более того, вы человек военный, вы в свое время командовали соединением. На каких позициях в крае сегодня Анапское казачье общество? Как сегодня идет взаимодействие с администрацией? На сегодняшний день районное казачье общество, Анапское, занимает ведущее место. Это как в Таманском обделе, так и в Кубанском войске. Безусловно, у нас сегодня 2400 казаков в районном казачестве. Оно выросло на 300 человек за 2017 год. Несут службы на наших улицах совместно с полицией, а также в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на автовокзале, в морпорту в летнее время, а также у нас 36 человек в 2017 году участвовало в охране набережной нашей, верхней набережной. Почему? Потому что своим даже присутствием, своим поведением, они могут повлиять на любой процесс, на какие-то выпады со стороны тех людей, которые не дружат с законом. Но чтобы мысли даже не возникало. Чтобы мысли не возникало, что что-то можно, какое-то совершит правонаручение. За прошлый год у нас выявлено с казаками, значит, участвовали и при задержании опасных присутствников, и тех, которые были в федеральном розыске, и было задержано 12 человек, и было выявлено 4500 правонарушений, составлены протоколы, и в этом участие активно принимали наши казаки. Ну, кроме того, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. У нас на сегодняшний день 2000 казачат. У нас есть школа уже казачьей направленности. Это казачья школа в Юровке. Казачья школа, 18-я школа, первая открыта, впервые у нас казачата. Ведь их не учат плохому. Есть наставники, есть духовный наставник. Значит, учат традициям, культуре, основам богословия. И я скажу, все родители стремятся почему-то, чтобы их дети попали в именно казачьи классы. Почему? Потому что из этого человека вырастет уже наше будущее. Вырастут те люди, которые заменят уже этих казаков, которые пойдут работать на производство, будут учителями, будут врачами, будут военными, будут защищать нашу Родину. Они из них достойные люди получатся. Сергей Сергеевич, но еще одно направление, очень важное, которое тоже курируется в развитии спорта и физической культуры. Лето здесь обещает во всех отношениях быть жарким. По прогнозам, сколько детей примут участие в этих мероприятиях? Что еще готовится на лето? Значит, вы знаете, у нас вообще летом проходит. Я не могу сказать, сколько будет. У нас есть календарный план на сегодняшний момент. И все массовые мероприятия. Это и на Кубок губернатор, и по футболу, и среди сельских округов, и по плаванию. Вы знаете, перечислить тяжело, но у нас все размешано на сайте, на нашем. Это очень огромное количество. В прошлом году у нас проходило 600 мероприятий. Это различные уровни, это местные уровни, это региональные уровни, это ЮФО, Южно-федеральный округ, все российские соревнования. Почему-то выбирает наш город. Почему? Потому что у нас есть прекрасная материальная база. Ну и я скажу другое. У нас же ведь в преддверии чемпионата мира на сегодняшний момент наиболее востребованными являются те площадки, которых никогда в жизни не было. На сегодняшний день мы их имеем. Это две тренировочных площадки, которые построены к чемпионату мира. Они уже готовы у нас на сегодняшний момент. И благоустройство заканчивается, вот я скажу, уделяет ежедневно глава муниципального образования Юрий Федорович Поляков каждый день. Один вопрос. Готовность со всех спрос по всем позициям, это по благоустройству, по дорогам и по сфере обеспечения, это продовольствием обеспечения, безопасности, в том числе дорожного, транспортного, всесторонней безопасности. Это и объекта, этих объектов, размещению болельщиков, размещению именно команды, базы команды, это датчане, которые будут здесь. Они уже с 6 числа практически у нас передовой отряд прибывает. Безусловно, наша команда датчан будет тренироваться на нашей базе, будет открытая тренировка, на которую мы в первую очередь пригласим, это вот и главой отмечено Юрием Федоровичем, что пригласим наших детей. Они должны увидеть ту команду, которая действительно выступать будет уже на чемпионате мира. Конечно, это самые лучшие команды приезжают сюда. И мы на открытую тренировку приглашаем наших детишек, большинство по приглашению наших футбольных именно клубов, не клубов, а секций, которые посмотрели эту открытую тренировку. Сергей Алексеевич, не так давно у нас прошел оргкомитет под представительством губернатора края. О целях, задачах и об особом статусе Анапы в нашем материале посмотрим, потом опять вернемся к обсуждению в студии. На краевом оргкомитете обсудили вопросы комплексной безопасности на транспорте, в местах проживания и во время тренировок. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев доложил губернатору, разработаны и согласованы планы транспортного обслуживания делегаций команд в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Важно также не допустить роста цен на гостиничные номера, а уж тем более на продукты питания. Глава региона акцентирует, все гости кубанских городов должны иметь возможность попробовать местные фрукты, сырые напитки. Доступность для всех категорий граждан, жителей и отдыхающих, и болельщиков, которые приедут в этот период, для всех. Это у нас будет для богатых и богаче богатого, а все остальные, где должны питаться. Здесь поручение в течение буквально следующей недели, протокол внесите, проработать с Минпромторгом, что ситуация может быть очень серьезной. Вот здесь мы, в чем здесь можем очень сильно повлиять, это с продукцией местных производителей. Вот давайте попытаемся сделать так, чтобы все-таки местные производители, поскольку это все находится на кубанской земле, максимально выиграли от того, что чемпионат мира по футболу проходит в Сочи. Чтобы у них была возможность у местных производителей реализовывать свою продукцию в Сочи. В Геленджике, в Анапе. Во всех городах, где будут тренироваться зарубежные спортсмены, правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы. Вопросы безопасности должны быть на контроле в каждом муниципалитете. На кону честь страны. Мы осоздали штаб при муниципальном образовании, который будет работать круглосуточно, там задействованы все начальники управления. На весь период чемпионата штаб будет работать и контролировать всю работу, как проходит чемпионат. В Анапе готовят две тренировочные базы. Одна основная – Витязева. Благоустраивают подъездные пути и все гостевые трассы. Ведет свою деятельность школа волонтеров. Ребят готовят к встрече гостей. Продумать нужно каждую деталь, чтобы болельщики возвращались к нам уже в качестве туристов. Вот по поводу штаба. Он уже действует? Кто у него вошел? Во-первых, начальником штаба является глава. Согласно постановлению, в штаб вошли все заместители. Начальники, заместители главы муниципального образования. Начальники управления, вошли силовики все. И, безусловно, вошли наши скорые помощи. Будут обеспечивать три машины скорой помощи, которые уже поступили к нам сюда. Это по программе тоже, по федеральной программе. Они будут останутся как наследие. Будут переданы нашей скорой помощи. Это ренеймобили, оборудованные по последнему слову техники. Скажу, что меры будут беспрецедентны. Это для охраны, по охране общественного порядка. И обеспечения безопасного проживания баз-команд, наших жителей, гостей нашего города, болельщиков в том числе. Сергей Сергеевич, спасибо большое за этот разговор. Спасибо, что вы нашли время, пришли. И удачи вам во всех начинаниях. Спасибо вам также. Абрау-Дюрсо в Анапе. Фирменный магазин старейшего винзавода России появился в городе-курорте. В честь открытия нового ателье вина для напчан и гостей курорта устроили настоящий праздник. С дегустацией продукции, а также розыгрышем, эксклюзивных сувениров и дорогих напитков. Лучшие напитки винного дома более чем с вековой истории теперь и в Анапе. В новом ателье вина представлены популярные коллекции тихих и игристых вин – Абрау-Дюрсо, усадьба Девноморская, винодельня ведерников. Напитки изготавливаются исключительно из кубанского винограда. Плантации Абрау-Дюрсо занимают более чем 700 гектаров земли. В ход идет только лучшая ягода, сбор производится вручную. Игристые вина выдерживаются более трех лет. Именно Абрау-Дюрсо называют родиной российского шампанского. Особенный, отличительный вкус напитков этого бренда гурманы узнают из сотни других. Есть отличительная черта, которая всегда, если люди пьют Абрау-Дюрсо, они всегда ее узнают. Это виноград Рислинг, который придает тона ржаной корочки. С ним ничего не сравнится. Все вина, безусловно, с полным букетом, с фруктовыми нотами, цитрусовыми нотами, раскрываются очень хорошо. Здесь же и подходящее гастрономическое сопровождение. Сыр и вино – идеальный союз. В дополнение к напиткам Абрау-Дюрсо изготавливает пряные закуски на собственной экологической ферме. Богатый ассортимент сувенирной продукции. Бокалы, столовые приборы, канцелярия и даже подарочные имбирные пряники с фотопечатью. В России все большую популярность набирает винный туризм. Продукция Абрау-Дюрсо пользуется особенным спросом не только в стране, но и за ее пределами. Теперь и в Анапе туристы могут узнать больше об истории производства вина, известного винного дома и увезти с собой его частичку в подарок друзьям и близким. Я попробовала два вида. Первый был такой сладковатый, приятный, вот такой дамский. А вот второй вариант я попробовала, он немножко такой с кислинкой. То есть такое ощущение терпкости. Консультанты помогут выбрать напиток для любого случая. Расскажут об истории и тонкостях винной культуры, о сочетании продуктов с игристыми и тихими винами. Ассортимент широкий, есть как молодые, так и выдержанные напитки. А на пчане и гости курорта уже оценили новый сервис. Только в день открытия магазина Абрау-Дюрсо посетили больше тысячи человек. Все они стали зрителями-участниками развлекательной шоу-программы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-Регион. Далее информация о погоде на выходные. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария» – это когда вкусно и полезно. По прогнозам синоптиков, 5 и 6 мая в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Ночью прохладнее – 18 выше ноля. Ветер переменный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 мм ртутного столба. Температура морской воды – плюс 14 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы, детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа-Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин